Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. И давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. В целом, я не говорю с собой. У вас здесь идёт, значит, запятая, и далее вы говорите слово «сновка» при звучании в голове вызывает неприятный эмоциональный форум. Значит, вы имеете в виду, что в целом вы с собой не говорите. То есть имеется в виду, вы у себя таким образом констатируете отсутствие внутренней речи. Как бы говорят, что вы не ведёте отсчёт о себе самому. Вот этим выражением целым я не говорю с собой. То есть нет внутренней речи, нет диалога с собой, нет рефлексии. Вы как будто высказываете это с оправданием. То есть в целом я не говорю с собой, а я не хочу как бы с собой говорить. И возникает вопрос. Почему вы не хотите говорить с собой что в этом страшного? Почему вы считаете это негативно? Почему для вас это что-то плохое? Почему вы воспринимаете подобный аспект, как что-то вредящее вам? Сами ли вы пришли к этому выводу или вам этот вывод навязали, скажем, через работу психотерапевтом, через ваше взаимодействие с врачами, со специалистами, либо вы считаете, что разговаривать с собой это свидетельство каких-то проблем, ну например, ваших проблем и так далее. То есть вот этот момент, его нужно как-то определить. То есть для чего вы написали вот это вот слово, что в целом я не говорю сам с собой. А вы хотите говорить сам с собой? Вы хотите общаться с собой? Или вы все-таки наоборот не хотите, вы не хотите рефлексировать, вы не хотите интроспектировать то, что с вами происходит и вы как бы страдаете от этого? Сначала ваше желание, потом отношение к этому, к тому, что происходит. То есть как бы здесь два элемента. Вот есть факт, да, говорить вы с собой или нет. На данном случае вы пишете, что вы не говорите. И как вы к этому относитесь? То есть хотели бы вы этого? Не хотели бы вы этого? И так далее. Вот. Значит, далее. Вы пишете о том, что. Слово «установка» в голове вызывает неприятный эмоциональный фон. Значит, давайте подумаем, что такое установка. Установка – это отношение человека к определенной социальной ценности. Установка – это готовность человека к определенному поведению при определенном желании. Вот по факту, установка – это есть данный аспект. Если у вас слово «установка» вызывает подобный негативный эмоциональный фон, значит, вы чувствуете противоречия. Конфликт между тем, чего хотите вы, между тем, чего вы считаете себя достойным, и тем, что есть на самом деле. И необходимостью действовать как-то иначе. То есть установка как бы заставляет вас почувствовать себя ограниченным. Установка как бы дает вам возможность почувствовать, что вы не можете быть сами собой по какой-либо причине. То есть установка в данном случае вас подавляет. Дело в том, что и отношение к определенным социальным ценностям, общественным ценностям, и готовность к поведению при определенных желаниях для реализации их формируется в нас социальной следовой. И вот установка это всегда наше, но это всегда закладывается не нами. То есть понимаете, установке следуем мы, но формируется она не нами, а другими людьми социальной следовой. И вот по факту о этом люди зачастую испытывают противоречия. Они хотят одного, они способны на одно. А установка как бы требует от них, чтобы они действовали совершенно иначе, совсем другим путем, понимаете? И в этом заключается противоречие. И видимо ваша установка, а точнее то, как вы слово установка воспринимаете, сидит глубоко на подсознательном, даже ассоциативном уровне и вызывает у вас негативные эмоции, негативный эмоциональный фон. Потому что для вас это что-то насильное, это что-то мешающее, это что-то противоречащее вам, но при этом неотъемлемое. Неотъемлемое, опять же, по вашему собственному мнению. Вот вы говорите. Дело в том, что с детством мне присущи лидерские качества, ораторские способности. Стоит мне заговорить, как девушка млеет, а парень просто располагается в дружелюбе. Это прекрасное качество, ораторские способности это здорово, вы действительно можете вести за собой людей, все прекрасно. Но хочу вас предупредить, что способности это еще и ответственность. И вопрос в том, готовы ли вы к этой ответственности и как вы этой ответственностью распорядитесь. Далее. Значит, то же самое в компании. В компаниях меня это всегда смущало. То есть, вас смущало тот факт, что люди млеют. Девушка млеет, парень просто располагается. То есть, вас смущает тот факт, что вы можете расположить к себе людей. Почему? Смущение значит неприятие. Вы, получается, не принимаете то, что с вами происходит. Ну, получается так, что вы не принимаете то, что непосредственно у вас есть. Давайте подумаем, а что именно вы не принимаете? Не принимаете вы, например, людей, которые располагаются к вам благодаря вашим способностям ораторским. Вот, например, люди расположились, да, вы чувствуете, что человек все, он ваш, и вы этого человека не уважаете. И вы понимаете, что человека вы располагаете потому, что оперируете теми установками, да, которые для человека понятны, и вы как бы им манипулируете. Либо дело здесь в другом. Вы смущаетесь, например, с того, что люди прислушиваются к вам, а вы считаете себя недостойным того, чтобы к вам прислушивались. На данный момент работа над самооценкой, над уверенностью в себе и над пониманием того, что человек прислушивается, как правило, не к тому, в бытовой, в обыденной жизни, не к тому, что является действительно умным, действительно важным, действительно ценным. А к тому, что для него приятно, что его задевает. И то, что вы интуитивно, понимаете, интуитивно проникаете своими ораторскими способностями в душу человека и затрагиваете ее в самые тонкие струны, в результате чего человек к вам располагается, это хорошо. В этом нет ничего плохого. И вы этого достоинны. И люди в этом не виноваты. От этого не вы не становитесь лучше или хуже. Ни они не становятся лучше или хуже. Это просто естественный процесс. Вам нужно принять естественность данного процесса. Тут у меня в голове, значит, у меня в голове выскочил антирасполагающий абстрактный образ, сопроводающийся словом установка. И, значит, например, когда я сейчас начинаю общаться, я невольно думаю об этом слове и образе и становлюсь очень неуверенным и подавленным. Происходит противоположное. Значит, во-первых, образ, абстрактный образ. Какова его форма? Могли бы вы этот образ описать? Далее, с какого момента, когда у вас начал этот образ появляться? Что его вызвало? Вот первичный источник образа вы можете назвать? Что это? Какое-то событие, какая-то эмоция, какое-то переживание, может быть, какая-то информация и так далее. Значит, это первое. Второе. У вас возникает этот образ, и вы становитесь очень неуверенным и подавленным. То есть, установка, которая приходит к вам, когда вы чувствуете себя сильным, заставляет вас чувствовать себя слабым, неуверенным и подавленным. Это означает, что вы понимаете, что вы выбиваетесь из нормы. Ну, вот, ваши раторские способности, лидерские качества – это не норма. Норма – это вот все другие люди, да, которые являются, в принципе, одинаковыми и не выделяются. Вы это понимаете, понимаете, что вы выбиваетесь из нормы, и вам кажется, что в действительности это неправильно, что вы не такой, как все, вы не такой, как другие, и именно поэтому вы чувствуете себя неуверенным и подавленным, потому что вы чувствуете, что вы другой. И люди, у вас появляется ощущение, что люди воспринимают вас именно так, потому что вы другой. Ощущение другой природы, оно и вызывает у вас неуверенность в себе. Но почему вы не принимаете в себе эти свои качества, почему вы не считаете, что они у вас могут быть, и что это совершенно нормально? Вопрос. Понимаете, это очень важный вопрос. Вызывает неуверенность у вас этот образ. Образ вызывает неуверенность, значит, вы начинаете в чем-то сомневаться. Вы говорите, я становлюсь неуверенным и подавленным. Но неуверенным в чем? Подавленным в чем? Происходит противоположное. Это что? Если вы видите, как люди располагаются к вам, то есть вы видите реальный результат, да, от вашего взаимодействия с людьми. А потом вы чувствуете этот образ, антирасполагающий, абстрактный образ. Хотя, располагающий образ, он кого располагает? Вас к кому-то или людей к вам? Тоже нужно об этом подумать хорошо вам. Если, например, это людей отталкивает, это что-то вас, а если это вас от людей отталкивает, то в большом счету проблема заключается в том, что вы на людей смотрите по-разному. То есть вот вы начинаете с ними общаться, да, и у вас есть какие-то ожидания, что вот они поведут себя так, что они поведут себя там так и так далее. А в действительности они ведут себя по-другому. И это вас как бы отталкивает от них. Возникает вопрос, а откуда ожидание? Ожидание – это ваши желания, ваши потребности. Возникает следующий вопрос, а почему вы эти потребности, эти желания пытаетесь реализовать через людей? Почему не самостоятельно? Вот об этом я тоже рекомендовал бы вам как следует подумать. Какой у этого смысл, я не пойму. То есть, если вы смысл чего? От того, что происходит, смысл этого в том, что вы себя не принимаете. До конца. Полностью. И смысл в том, что вы руководствуетесь при общении с людьми не тем, какой вы реальный, какой вы настоящий. А руководствуетесь вы при общении с людьми тем, как они должны вас видеть, как они должны вас воспринимать. И вот правда заключается в том, что вот когда вы перестанете думать о том, как люди вас воспринимают, когда вы примете себя, когда вас это перестанет смущать, смущение, я еще раз повторю, неприятие себя, неприятие своих катер. Да, у вас все нормализуется. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Простите. Кстати, я видел ваш вопрос другой, где вы задавали. Вопрос это был в медицине. И вам посоветовали обратиться к психологу отчества. Ответ этого эксперта вы сделали лучше. И вам, соответственно, вопрос. К психологу очно вы обращались? Он вам что-то говорил? Он вам давал какие-то рекомендации? Если да, то какие? И почему вы сейчас обращаетесь к нам, если вы обращались очно к психологу? Если нет, то, опять же, почему? Почему вы этого не сделали? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Джей Альбер